Здравствуйте, уважаемые коллеги. Скажите, пожалуйста, меня слышно? Отлично слышно, да? Прекрасно. Слышно. Ну вот, я смотрю, большинство пишут, что слышно. Спасибо. Рада вас приветствовать на наших ежедневных, еженедельных, открытых прямых эфирах «15 минут с ребенком в детском саду и дома». Меня зовут Лидия Владимировна Курова, я являюсь преподавателем Международной педагогической академии дошкольного образования. И сегодня я хочу с вами поговорить о очень важных вещах, таких как стихи. Стихи – это неотъемлемая часть развития ребенка, потому что они очень хорошо развивают речь детей. Почему? Потому что, во-первых, они построены на звуковых сочетаниях. Например, мы можем рифмовать очень хорошо слова «пчелка» с «елка», «игрушка» с «хлопушкой». Вот, как вы думаете, какие можно подобрать рифмы к слову «мишка»? Напишите, пожалуйста, в чате. «Книжка», «крышка», да, отлично, «шишка». И дети в такие… и плутишка, замечательно, мартышка, вспышка, пустышка, здорово. И дети такие игры, рифмы, они очень любят, и у них шлунишка, здорово, спасибо. Они очень любят, и они чувствуют язык с помощью таких рифм. И это такая фонематическая игра, постепенно подготавливает ребенка к чтению и развивает чувство языка. Ребенок прислушивается к словам, понимает, как можно сочетать одни звуки с другими. А еще, конечно, таким способом, такими играми он очень хорошо и легко запоминает стихи. А, соответственно, он развивает и память, и мышление. Вот, например, хочу вам про Мишу. Есть такие очень удобные… Спасибо. Вот такие удобные книжки, они небольшие, и как раз для самостоятельного чтения детей очень удобные. Например, «Как-то раз пушистый Мишка отложил на полку книжку». И такие вот стишки, коротенькие, маленькие, помогают во время изучения букв, чтобы закрепить какие-то либо звуки, либо рифмы использовать. Когда, например, вот как Ш, да, мы можем использовать звук, как вот мы начали с вами. Какие тут еще есть примеры? «Может, поиграем в прятки?» «Мишки крикнули зайчатки». Да, и как же мы должны такие книги читать? Вот чем хороша такая книжка для самостоятельного чтения? Потому что здесь очень удобные, удачные, подобранные стихотворения, рифмованные, коротенькие. Посмотрите, небольшой абзац четверостишия иллюстрируется картинкой и помогает таким образом ребенку представить сюжет в полном объеме. Так, извините, сбилась. Как же мы должны читать эти стихи? Читать нужно, конечно, с выражением, громко вздыхать, удивляться, восхищаться, хохотать, потому что дети в такой атмосфере, они очень легко вливаются в историю этой книги, и им хорошо представить себе это произведение. Ну вот, например, посмотрите. «Звали выдры у реки плавать на перегонки». Посмотрите, здесь и выдры нарисованы, и речка, и тот же самый мишка, который решил поплавать, прыгнул, мишка прыгнул в камыши, догоняйте малыши. Иллюстрации, они очень важны, да? Мы разглядываем, сопровождаем чтением стихов, и мы так знакомим с миром животных. И таким образом мы можем выучить с детьми очень быстро, просто и легко такие маленькие стихи-растиши. Также обратите внимание, чем хороши эти тексты. Здесь разделены слова на слоги, разделены. И тем деткам, которые уже учатся читать, которые уже начинают самостоятельное чтение, им очень просто и легко по слогам, разделены по слогам слова прочитывать. Крупный шрифт. Естественно, в дошкольном возрасте слова должны быть крупным шрифтом, поэтому крупный шрифт в книге обязательно должен присутствовать. И вот я вам сейчас продемонстрировала книгу, которая «Мишка стихи». А из этой серии, читая сам стихи, помимо Мишки есть и щенок. Тоже очень интересные, коротенькие четверостиши на каждой странице про щенка и целая история. Например, вот «Только серень ног косточку найти не мог, перестал вилять хвостом и улегся под кустом». Мы можем прочитать детям сначала самостоятельно, потом ребёнок может рассмотреть картинку, потом мы можем с вами прочитать, попросить ребёнка прочитать, можем прочитать какие-то, попросить ребёнка поискать буквы. Например, найди, где здесь все буквы «Щ» написаны, да, и ребёнок ищет пальчиком «Щенок». Вот здесь буковка есть. И так по всему тексту можно проработать с ребёнком каждую страницу, каждую картинку, каждый текст. Помимо, значит, это «Щенок». Из этой же серии есть стихи про котика. Это тоже очень простые, доступные для детей иллюстрации. И к нему, к этим иллюстрациям, такие же очень простые и доступные стихотворения. Детям очень нравятся такие стихи, потому что они такие забавные, мелодичные, их хочется читать, перечитывать, учить их наизусть. И, конечно, они прекрасно подходят для знакомства ребёнка с рифмами. И ещё одна книга из этой же серии, которую я хочу вам показать, которая достойна тоже внимания, это про зайчика. Здесь тоже очень весёлое стихотворение, познавательные, я так сказала, стихи, которые детям очень нравятся. Например, «Ночь спустилась на опушке, Собирались спать зверюшки. Ёжик, волк, барсук и лось, Только зайке не спалось». Как знают родители, это такая проблема, вечером уложить спать, и можно на примере этого стихотворения, на примере этой книжки с детьми поговорить о том, что нужно положиться спать вовремя. Очень познавательная такая книжечка. Конечно, важно учить с детьми стихи, и важно рифмовать слова, важно ставить голос, потому что это всё развивает речь, воспитывает культуру и к поэзии, и к словарному запасу. И, конечно, таким образом развивается память. И мы знаем, что память, она просто необходима, необходима для того, чтобы ребёнок запоминал свои действия, запоминал какие-то интересные познавательные материалы. Поэтому стихи нам в этом очень-очень помогают. Такие вот короткие стихи, которые из серии я читаю сам, они очень удобны, подходят для самостоятельного чтения, подходят для чтения со взрослыми. Если, конечно, более младший возраст, то тут должен присутствовать взрослый для того, чтобы контролировать, чтобы не порвать книжки, чтобы не порвать странички. Если это уже более старший возраст, дошкольный, то дети уже самостоятельно могут брать книжки с библиотеки, с полочки, где, если дома стоит такая библиотека, место, и, конечно, их читать. Читать и запоминать. И такие иллюстрации помогут удержать интерес ребенка, и, конечно, дети захотят дочитать книжку до конца. Спасибо. Включите мне, пожалуйста, последний слайд. Кто является нашим постоянным слушателем, тот уже знает, что мы предлагаем вам акцию в это время как раз, чтобы читать, как раз, чтобы развивать память и внимание детей. Мы предлагаем такую замечательную скидку в 25% с промокодом ПАДА на сайте школы Семидномов. Приходите к нам на наши следующие эфиры. Покупайте интересные книги, читайте с детьми. Спасибо вам. Если есть какие-то вопросы, я готова ответить. Вопросов я не вижу. Спасибо. До свидания. До свидания.